Итак, с нами Светлана Колтуновская, она возглавляет направление свежих фруктов и овощей сети «Командор» Светлана. Давайте коротко напомним нашим зрителям, откуда вы, сколько сейчас торговых точек в вашей сети и в каких форматах вы работаете. Я сама с Красноярска, представляю Красноярскую сеть. Мы находимся в четырех регионах. Это Хакасия, Красноярский край, Республика Тывая и Иркутская область. На сегодняшний день сеть насчитывает 299 магазинов. Сеть мы мультиформатная, развиваем направление супер-стор, супермаркеты и дискаунтеры. В 2019 году наш товарооборот составил почти 53 миллиарда рублей. Если говорить про последнее время, то как вы пережили вот эти несколько месяцев, которые все ритейлеры называют трудными? Как у вас там в Сибири ситуация сложилась на рынке? Сначала, конечно, это был всплеск продаж, покупки в проб. Покупатели активно скупали гречку, туалетную бумагу, крупы. Дальше немножечко утихло резкое потребление. И мы конкретно, так как я возглавляю направление свежих продуктов, мы увидели то, что очень сильно начало активно расти фреш и фрукты и овощи в том числе. Также, видимо, сохранилась тенденция потребления в проб, это замороженных продуктов, люди, видимо, покупали продукты, которые можно быстро приготовить и покушать. Вырос спрос на продукты готовой еды. Если говорить про категорию, которую вы возглавляете, фрукты, овощи, фреш, вы в Сибири, это достаточно далеко. Как у вас работает логистика по доставке, откуда вы везете фрукты и овощи к себе? Да, все коллеги из других регионов, с кем мы общаемся, обменяемся периодически опытом с другими сетями, всегда задают такой нам вопрос. Как вам удается давать покупателю такой огромный выбор в ассортименте и стабильно давать присутствие данного товара на полках магазина? Мы, конечно, очень активно работаем в плане стабильности поставок фруктов и овощей. Не так давно мы централизовали полностью цепочку поставок в компании. И сейчас, если ранее нам возили поставщики, и это постоянно были сбои поставок, нестабильность наличия товара на полках, а для нас проф – это очень стратегически важная категория в развитии компании. И здесь очень важно свежесть, качество и стабильность поставок. Плюс мы сеть еще ассортиментная, мы считаем это наше преимущество на рынке Красноярского края и вообще во всех регионах. И здесь нужно сопровождать всю цепочку поставок от производителя до покупателя. В 2016 году мы построили камеры газации, в 2017 году мы сами начали импортировать бананы. И мы сейчас полностью потребность банан закрываем, импортируя их с Эквадора. Далее на данный момент развиваем активно направление внешнеэкономической деятельности, работаем с разными странами мира. Это и Турция, Узбекистан, Молдова, ну и в планах дальше развития. И, конечно, это все позволяет нам делать то, что мы создали свой собственный распределительный центр, который позволяет нам закрывать полностью потребность сети, иметь стабильные поставки с разных стран мира. Но пока, конечно, основную часть фруктов мы берем от местных поставщиков, выстраивая эффективную цепочку взаимодействия. Мы работаем по торгам, выставляем требования по товару, какие нужны нам калибры, какие стандарты качества, какой объем. И, соответственно, в торгах. И вот как раз мы с местными овощеводами проработаем уже на протяжении многих лет и делаем закладки овощей картофеля, моркови, свеклы. И потом потребляем ее в течение года, стабильно имея объемы. А вот если говорить про конкуренцию в вашей категории, относительно, допустим, вас и федералов, которые к вам не так давно пришли, как, на ваш взгляд, сейчас ситуация выглядит? Насколько сильна конкуренция? Может быть, им проще доставлять у них логистика более глобально? Как вы считаете? Ну, то, что, да, федералы создают нам конкуренции в части, возможно, других категорий, в части вообще захода на рынок Красноярского края. Если говорить, например, про период пандемии, то здесь, конечно, вопрос конкуренции снимается, потому что все-таки покупатель, он выбирает у дома, что рядом, то есть для него в приоритете сейчас безопасность. И покупатель не выбирает уже по какой-то особой любви к определенному магазину или еще к каким-то своим требованиям. А конкретно первое – это безопасность. Соответственно, он идет рядом с домом, заказывает покупки онлайн, да, но и в том числе выбирает магазины, где он может полностью купить потребительскую корзину, его корзину, его удовлетворяющую. Если говорить про фрукты и овощи, то здесь, конечно, мы имеем очень большие преимущества перед федералами. В такой линейке фруктных и овощей, как у нас, ну, то есть нет ни у кого, потому что мы всегда предлагаем очень широкий ассортимент и очень большую выкладку для покупателя, формируя ощущение рынка, что покупатель присутствует на рынке, на фруктовом рынке и может выбрать для себя там различные виды фруктов и закрыть там все свои потребности. Если еще говорить о форматах и о влиянии пандемии на них, вот многие ритейлеры говорят, что наблюдали такую вещь, и аналитики тоже, что человек не ходил в свой любимый магазин, возможно, а вот может быть даже в постпериод, они начинали некую такую миграцию по там 5-6 магазинам, чтобы выбрать для себя наиболее, ну, приемлемые по цене, например, товары, там самые привлекательные. Как у вас это там происходит? Что вы можете сказать в целом про форматы и про их вот место на рынке? Конечно, в этот период очень востребованы дискаунтеры, и в дискаунтерах трафик очень активно растет. Если наблюдать за рынком, да, и даже сегодня было выступление коллег из Рамир, да, они говорят о том, что везде наблюдается отток из магазинов суперстор в пользу каких-то маленьких магазинов, ну, и в основном, конечно, у дома, мы наблюдаем картину следующую, что у нас, в принципе, все стабильно осталось в суперсторах, при этом здесь больше, наверное, сыграло важно, кто обеспечил больше безопасности для покупателя, тот и выиграл вот в этот период. И так как мы в магазинах, да, у нас изначально пошел отток покупателей, но мы очень быстро сориентировались, организовали безопасность, и, соответственно, у нас трафик был очень стабильный в этот период. А вот есть ассортимент той категории, которую вы возглавляете, вы как-то его варьируете в зависимости от форматов магазина, то есть в дискаунтерах там попроще, в суперсторах что-то уже экзотика, да, как-то есть такая? Да, у нас в каждом формате есть стратегия развития категории фров, и в суперсторах и в супермаркетах это категории целевые, соответственно, здесь направленность идет на ассортимент. Мы ежемесячно в зависимости от сезона с форматами определяем размер матрицы, да, ну, это количество из каю, потому что в сезон это может быть больше яблок, а в летний период это больше винограда. И в зависимости от формата мы определяем. У нас в каждом формате есть стратегия развития категории фруктов, овощей. И если она в суперсторах и в супермаркетах, она целевая категория, и здесь мы предоставляем больше для покупателя ассортимента. А то в дискаунтерах, это категория конкурентная, мы в основном закрываем там базовые потребности, и в сезон имея какие-то сезонные предложения, но их немного. А то, что касается магазина, конечно, суперстор и супермаркет, мы здесь делаем очень широкий акцент на ассортимент. В супермаркетах больше преобладает премиум сегмент. И премиум ценовые сегменты.